У нас сегодня друзья осень. Мы в Санта-Крон находимся на даче. И поэтому мы пошли купить что-нибудь из готовой еды. Люди, которые приехали, там наши друзья и их гости из России. Гости из России говорят, что устали от ресторанной пищи. Нужно 6 людей. Ну, мы пошли что-нибудь попроще посмотреть. Вот вы видите, что тут есть? Там курицы, принадлежности. А там макаронички. Я через стекло снимаю, мы очень хорошо видно. Тут раздел такой кулинарии. Кулинарии с оливками, с грибочками. Немножко выше написано, что там вот такие итальянские чесночные грибочки. Ну, хорошо. А вот про это написано смешное название. Пеперация. Ну, что ты хочешь? Света, ну, на твой вкус. Грибочки это неплохо. Ну, не без оливков, а без оливков. А вот это чесночки. Вот этот, который беленький, написано чеснок со специями. А вот этот, который там подальше, он какой-то немножко придушенный. Я с другой стороны. Сейчас. Сеточку я сейчас досниму, и мы обсудим. Какой вкусный чесночища. Я просто в восторге. Он маринованный. Тут снизу стоят баночки с крышечками. Побольше баночки, поменьше баночки. Вот мы со Светланой взяли баночку побольше. И тут в каждой такой штуке лежит по ложке. И вот так набираешь. Невероятно. Свет, ты попробуй сама. Вот я хочу, чтобы ты сказала что-то. Ну, я не хочу сейчас. Но, наверное, салют еще. Ну-ка одну возьми. Давай. Вкусно. Вкусно, очень вкусно. Вот там была маринованная часть. А вот тут написано классическая китайская кухня. И вот так тоже можно подойти и набрать. Вот тут и сок, и мяско, и много всяких вкуснятий. И потом в кассу пробиваешь по баночкам. Иногда по баночкам, иногда на навес. Они по-разному продают. Вот курица все исполняет. Адекватно выглядит. Там крышечки, они как-то немножко разломаны. Разломаны. Это овощной фруктовый отдел магазина Сэйфэй. Сэйфэй – это сеть, очень большая сеть магазинов. Там своих сотрудников, я боюсь, там за сотню тысяч, они производят сами много продуктов. У них свой лейбл есть продуктовый. И это магазин, где может быть подороже, чем, например, в маленьких китайских или мексиканских. Но, как бы, хорошего качества все. И очень, очень прилично. Вот, когда ты начинаешь, может быть, более тонко различать, что ты покупаешь из фруктов и овощей, тогда ты начинаешь в какие-то более маленькие магазинчики ходить, там смотреть. Вот. А так, если специфических каких-то особенностей вот человек не имеет в голове, он так вот едет Сэйфэй и набирает себе. И тут все недорого. То есть это, как бы, магазин, который славится не дешевизной именно, но, во всяком случае, качественно, относительно недорого. Очень прилично. И, кроме фруктов и овощей, тут еще все остальное тоже есть. Поэтому это очень удобно все вместе. Вот зеленюшки. Я стараюсь так показывать, чтоб вам цинник было, тоже видно. Вот. Ну. Тут еще так устроено орошение искусственно, так периодически побрызгивает, чтобы все свеженьким было. Вот скажи, магазин Сэйфэй, когда речь заходит об фруктах, овощах, вот, можешь охарактеризовать как? У нас был вопрос на канале. Говорят, расскажите про магазин Сэйфэй. Ну, магазин Сэйфэй – это один из самых дешевых магазинов. И, конечно, мной приехавшие начинают свой путь в Америке именно с этого магазина. Ну, вот у нас там есть там коробка, там какая-нибудь. Так вот, я хочу сказать, что сегодня я, вот просто мы сейчас на даче, у нас гости, нам нужно быстро что-то купить. Я сама уже сегодня ничего не покупаю в Сэйфэй, потому что это один из самых дешевых магазинов. И качество тут, по сравнению с другими магазинами, немножко ниже. Ниже, чем где? Чем вот мексиканские и китайские, которые… Ну, дело в том, что я беру в многих разных магазинах по чуть-чуть. Да. Здесь все вместе в кучу. Ну, вот качество… То есть, за счет того, что ты избирательно берешь одно в одном месте, другое в другом, это позволяет выиграть качественно? Да. Да, конечно. Но если ты пришла в одно место, чтобы сразу все купить… Да. Ну, сейчас у нас гости, они пришли, мы должны срочно их накормить. Это картошечка органическая или так? Нет, это обычная. Есть маленькая, это вот… То есть, немного сортов, вот я смотрю. Да. Картошечка, вот она, $69 золотистая, $49 красненькая, и вот мелкая по $99 за пункт. Да. За полкило. За полкило, почти полкило. Да. Но, на самом деле, вот, если вы покупаете картошку и хотите купить целый пакетик, а не одну картофелину, там или пять, вот, пожалуйста, за 5 долларов 10 фунтов. То есть, это примерно 50 центов за фунт. Ты помнишь время, когда мы жили в СССР, и нам говорили люди, бывшие на Западе, что вот человек может зайти в магазин и купить там 3 картофелины, да там? Ну да. И мы думали, как же странно, вот мы берем там 10 килограмм, 5 килограмм, а они там берут 3 картофелины. Ну да. А потом мы это увидели сами. Помнишь? Да. Подожди. Было очень смешно. Ну не снимай меня. Пожалуйста. Просто песчанки. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.